Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галанина Ольга. Я рада приветствовать своих и старых подписчиков, которые со мной 3 года, и тех, кто со мной недавно, и даже случайных зрителей. Желаю вам здоровья и счастья в личной жизни. Сегодняшний выпуск, в качестве заставки к нему, вы можете видеть вот такую прелюдию. Значит, кто у нас изображен на картинке? Яков Блюмкин, Дональд Трамп, Игорь Дятлова, газетная статья «Тайна огненных шаров» Льва Иванова и «Множество огненных шаров». Именно этим явлением и будет посвящен сегодняшний выпуск. Кроме расследования тайны гибели группы Дятлова, у меня есть еще один канал. Он называется «Злой Сталин». На том канале я изучаю документы и факты сталинской эпохи. Предпочтение отдается архивным данным и другой более-менее достоверной информации. На данный момент самый популярный ролик на канале «Злой Сталин» это ролик, посвященный протоколу допроса Николая Ежова. Один из протоколов допроса Николая Ежова, в котором он рассказывает, как его завербовали и как он стал немецким шпионом. Изучая протоколы, по неволе пропитываешься духом времени и понимаешь, почему же Сталин убивал. На данный момент я занимаюсь личностью Якова Блюмкина. Его расстреляли в 1929 году за связь с Троцким. Кроме показаний об общении Блюмкина с Троцким, в деле Блюмкина есть ряд интересных показаний, касаемых путешествия Блюмкина с Рерихом на Тибет, к Далай-Ламе. «Так при чем же здесь дятловцы, спросите вы? Какая связь между Блюмкином и Дятловым?» Да еще и Трампа зачем-то привлекла к этому расследованию. «А слушайте!» Вы знаете, что Лев Иванов зачем-то приложил статью, вырезку из газеты «Тагильский рабочий» про огненный шар, да? И еще Лев Иванов допрашивал свидетелей, тех, кто видел огненные шары. И кроме того, как потом выяснилось, по рекомендации Академии наук Уральской, он назначил физико-техническую экспертизу. То есть никому не понятно, почему Лев Иванов назначил проверить физико-техническую экспертизу, которая обнаружила радиацию на одежде дятловцев, да? Вот. Никто не может понять этого. И вот, значит, теперь, потом, когда появилась в стране гласность, в 90-м году Лев Иванов с помощью Богомолова в Кустанайской газете «Ленинский путь» опубликовал статью «Тайна огненных шаров», где он изложил свою версию гибели туристов-дятловцев. Вот эта газета «Ленинский путь» к Кустанай, 22 и 24 ноября 1990 года. В основном это во второй части этой статьи. Значит, Лев Иванов что он говорит? Он говорит, что когда они в мае осмотрели опушку леса, увидел особым образом подожженную хвою деревьев, хотя деревья были не повреждены, только хвоя обгоревшая была. Значит, следа таяния снега тоже не было в этом районе. Но создавалось впечатление, что какая-то неведомая сила избирательно убивала дятловцев. Как будто бы это инопланетяне своим необыкновенным оружием, предположительно лазерным оружием, которое излучает радиацию, вот, значит, и являлись причиной гибели туристов в районе горы Атартен. Далее в статье фигурировала фамилия и Кириленко, первого секретаря Свердловского обкома, и Ештокина. И еще говорилось о том, что Хрущеву все докладывали. И то, что когда были обнаружены радиации и какие-то таинственности в этом деле, Ештокин ему сказал, забудь все прятать, все секретить, под сукно заявление родителей о таинственности на перевале Дятлова, забудь и все. Но Лев Иванов, он все-таки еще помнил про неопознанные летающие объекты, и он очень долго-долго все время думал над этим делом, что в конце концов вылилось вот в эту статью тайна огненных шаров. Итак, наконец-то Лев Иванов мог высказаться, что он считает, что гибелью туристов на перевале Дятлова явилось некое тайное оружие, какое-то секретное оружие необычайной силы. Вот что хотел сказать Лев Иванов в этой статье, что государство скрывало, что туристы погибли не от природных явлений, а от какой-то неведомой силы преодолеть, которую туристы были не в состоянии. Плавным образом переходим к Блюмкину. Итак, расстреляем в 1929 году за шпионаж. Хотя он говорил, что он работал по заказу ОГПУ, налаживал контакты, но все равно его ягода расстрелял. Значит, в деле Блюмкина было много протоколов, больше 70 страниц. И один из протоколов потом рассекретили позднее, уже после его смерти. Сейчас я вам расскажу, что это был за протокол. Смотрите, у Блюмкина на квартире нашли 2 миллиона 440 тысяч американских долларов. Вы представляете, какая это сумма? 2 миллиона 440 тысяч американских долларов. За что? За что американцы были готовы платить Блюмкину такие космические суммы? И Блюмкин рассказал. Рассказал? Но то, что он рассказал, засекретили. Вот он протокол допроса Блюмкина. Давайте я вам его зачитаю. Мне неудобно будет его листать с бумаги. Его со своего листа буду читать. Итак, вот этот протокол допроса. Это 29 сентября 1929 года. Допрашивает его чертог. Итак, родился он в 1898 году 22 декабря из семьи еврейского ростовщика Блюмкина Герши Яновича. Ну и так далее. Значит, кто он по должности? Старший уполномоченный иностранного отдела ОГПУ капитан госбезопасности. Холост детей нет. Со слов Блюмкина жили в бедноте, но достатки. Итак, на следующей странице допрос по... Значит, показания по существу дела. Вопрос. Какие характеристики оружия, обнаруженного вами в Тибете, вы выдали немцам? Что это за оружие? Где вы его видели? Каков метод его действия? Ответ. Как я уже говорил своему следователю, в командировке в Тибет 1925 года с распоряжения главы Тибетского государства Далай-Ламы 13-го, меня привели в подземные залы и показали некоторые так называемые артефакты, оружие богов, сохранившиеся на земле с 15-20 тысячелетия до нашей эры. Это оружие хранится в отдельных залах. Я подробно писала об этом в своих отчетах. Один отчет, рукописный, напечатан на пишущей машинке, примерно по 20-25 листов каждый. Где они сейчас, я не знаю. Характеристика оружия примерно следующая. Первое. Гигантские щипцы. Ваджару. С их помощью осуществляется плавка драгоценных металлов. Если плавить золото при температуре поверхности солнца 6000 градусов Цельсия, то золото на 70 секунд вспыхивает и превращается в порошок. Этот порошок использовался при строительстве передвижных огромных каменных платформ. Если на платформу насыпать этот порошок, то ее вес терялся до минимума. Порошок также применяли в медицине при лечении неизлечимых болезней и для избранных. В основном вожди его употребляли в пищу, чтобы продлить себе жизнь. Второе. Колокол. Так называемый шу-дзы, с помощью которого можно ослепить на время большое войско или целую армию. Способ его действия заключается в трансформации электромагнитных волн на определенной частоте, которую не воспринимает человеческое ухо, а светит непосредственно в мозг. Это очень странное оружие. При его помощи индийский пророк Арджуна выигрывал большие сражения, приводя врагов в панику. Как действует это оружие, я не видел. Я видел сами агрегаты в подземных залах. А член Совета Тибета давал мне пояснение относительно технических характеристик, которые я передал немцам, а точнее представителю германской военной разведки господину фон Штильхе. В Штильхе я познакомился в Европе в закордонной командировке. Кроме технических характеристик этих двух агрегатов, я передал Штильхе, также сведения еще об одном оружии богов. Это оружие осталось примерно с 8-10 тысячелетия до н.э. Оно было обнаружено в подземных городах подо льдами Антарктиды в районе земли Королевы Мод. Как мне стало известно, для того, чтобы попасть туда, необходим ключ и обряд посвящения, так как это место охраняется стражей. Эти устройства могут передвигаться как под водой, так и по воздуху, причем делают это с огромной скоростью. Они передвигаются на специальных летательных аппаратах круглой формы, которые не похожи на самолеты, и аэропланы, известные нам. Технические характеристики их я тоже сообщил Штильхе. Он Штильхе предложил возглавить новую экспедицию в Тибет и в Антарктиду в научных целях. Я согласился, но я не имел намерений осуществлять бегство, так как об этих контактах и намерениях я докладывал своему руководству. В этом заключалась моя работа, но и также было сообщено Штильхе об объектах, которые располагаются во всех частях света в горах. С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на Земле все города и промышленные центры всех стран, независимо от государственного и социального строя. Насколько я понял из разъяснений в штабе и как я указывал об этом в своих статьях, во всех частях света располагаются врытые в горы сферы из особо прочного металла, который невозможно ни распилить, ни взорвать. Внутри этих сфер находятся определенные механизмы, которые при их включении вырабатывают облако, похожее на Солнце. Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемо, то есть может двигаться по определенным траекториям. И в необходимом месте оно взрывается. Это произошло в 1904 году в Тунгусске. Там как раз взрывалось такое вот облако Солнца, которое вылетело несколькими часами раньше из подземной сферы в Якутии. Тайна Тунгусского метеорита не разгадана до сих пор. Кто и как управляет этим оружием, неизвестно. Кто еще знает о характеристике этих объектов и оружия, кроме вас? Ответ. В ГПУ знают мои руководители, знают практически все мои начальники, так как мы часто об этом разговаривали. В других странах вряд ли кто-то владеет этой информацией. Насколько мне известно, там только пытаются проанализировать ситуацию. Мое начальство и я, мы исходим из того, что зачем СССР тратить народные деньги вместо того, чтобы снарядить экспедицию от Германии и под их финансирование. Вопрос. Что вам известно о господине Штильхе? Ответ. Он часто бывает в России, в Москве, Ленинграде, Киеве. Он хорошо известен среди ученых, которые занимаются у нас исследованием в областях электромагнитных волн и физики. Так, дальше про Штильхе. Следующий вопрос. Вы утверждаете, что ваше начальство поручило вам передать господину Штильхе информацию, которая стала вам известна в результате поездки в Тибет? Я действовал по своему усмотрению? И так далее. Вот такие вот вопросы. Значит, итак, какое-то неведомое оружие, которое, вот самое интересное, что в горах, да, какие-то сферы есть, из которых вылетают огненные шары. Все это показания Блюмкина. Конечно, Блюмкина считают авантюристом, потому что никто кроме него... А, да, и еще Савельев, кто с ним был в экспедиции, Савельев то же самое показывал. Потом Берия заинтересовался этими протоколами и тоже поручил сформировать экспедицию в Тибет. Ну, вот я не знаю дальнейшей судьбы, ездил ли кто-нибудь в Тибет за тайнами этого оружия, потому что Берию вскоре расстреляли, да? Вот такие вот показания нам давал Яков Блюмкин. Вряд ли Лев Иванов знал вот об этих деталях допроса Блюмкина, что какие-то сферы, из которых вылетают какие-то огненные шары, которые мощное оружие, неведомая сила. Вряд ли Лев Иванов про это все знал. Но тут еще один факт появился. А вот это уже наши дни. Вы знаете, еще в 91-м году архивы КГБ подвергались воровству. В 90-х годах там из архивов все продавали американцам. И даже известны случаи, что секретные архивы КГБ продавали с американцем. Так вот, скорее всего, архивы Блюмкина были проданы американцам. Наши-то, что ради денег, чего не сделаешь за доллары. Продали тайну секретного оружия Далай-Лама. И вот это парадис 2018-й год, штат Калифорния, США. Посмотрите, избирательность, как избирательно были выжжены дома. Один дом дотла, рядом стоит собачья будка, она нетронутая. Дерево зеленое, как стояло, так и стоит. Оно под пожар никак не попадает. Потом, значит, рядом стоит машина целехонько, ничего ей не случилось. Даже целые дома в городе встречают. Посмотрите, машина целехонько. Ну, деревья зеленые, целехонькие. Как будто бы кто-то целенаправленно из космоса прицеливался и лазером, лазером, секретным оружием Далай-Ламы испепелил эти дома. Вы скажете, а за что американцы своих граждан? Да есть за что? Например, не платили вовремя по кредиту? Вот и балласт на теле американского общества. Очень странно. Все это очень странно. Специалисты говорят, что не могут понять, как происходило возгорание, в штате Калифорния, в частности, в городе Парадис. Вы можете сказать, да, американские дома, созданные из говна и веток. Да, возможно, но почему рядом стоящий дом целехоньек? Один дом дотла, не оставив даже мебели, другой дом целехоньек. Рядом стоит дерево целехонько, машина целехонько, одна ругая машина сгорела. Я считаю, что в 90-х годах секретные материалы, которые Блюмкин привез из Тибета, были выкуплены по дешевке в архивах КГБ или бывших архивах ОГПУ. Так что Блюмкин старался для американцев и свои доллары он отработал. И после этого мне стала абсолютно понятна версия Льва Иванова. В каком-то видео, когда я читала статью Льва Иванова «Тайна огненных шаров», я говорила, что Лев Иванов он пытался этим всем прикрыть свою некомпетентность и так далее. Нет. Лев Иванов действительно верил в НЛО, в какие-то огненные шары, что они вылетают из гор. Блюмкин в точности такие же шары, которые бы очень подходили под нашу трагедию, описывает. А так как дело было зимой, возможно, на перевале Дятлова и никаких последствий не было. Поэтому теперь я буду внимательнее относиться к показаниям Льва Иванова. Я не буду считать его странным. Вполне, вполне он мог в это верить и искренне, искренне писать статью «Тайна огненных шаров». Значит так, дорогие мои друзья, на этом я сегодня заканчиваю. В следующем выпуске я все обещаю написать про фотоаппараты, которые были у дятловцев, про снимки и про оборудование их там есть, непонятки. До новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Галанина Ольга. До новых встреч, всем здоровья, побольше здоровья, счастья в личной жизни. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова